его идей от человека ненавистнических при недостаточной развитости и фрустрациях, например, как у Гитлера, додвижущих в будущее народ или все человечество Циолковский, Эйнштейн, Ландау, Тесла и многие другие. Звуковой вектор – один из трех читающих векторов. Звуковики предпочитают поэзию, научную фантастику, книги по философии и психологии. Изучают эзотерику, религию, теологию, физику. По ночам не спят, а философствуют, созерцая ночное небо, могут часами смотреть на звезды, получая от этого своеобразное успокоение. Звуковики любят музыку, выбирая ту, которая созвучна их внутреннему состоянию. Желание громко слушать тяжелый рок – это попытка уменьшить боль в страдающем от невозможности, наполнится звуковом векторе. Музыка – своего рода наполнение нижних уровней желания звукового вектора. Но в последние десятилетия музыка уже не способна полностью наполнить звукового человека, поскольку значительно вырос темперамент, то есть сила желания, вектора. Звуковик, чьи бессознательные желания наполнены, перестает нуждаться в музыке, он предпочитает тишину. Еще в XX веке звуковик мог наполниться философией, музыкой, поэзией, реализовать себя в качестве философа, теолога, музыканта, физика, поэта, режиссера. В последние же десятилетия ничто не утоляет жажды реальных духовных постижений, и звуковики находятся в тяжелейших условиях, ощущая более или менее осознанный внутренний поиск, который они ничем не могут наполнить. Широкое распространение зависимости от компьютерных игр, особенно связанных с насилием, показатель депрессивного звукового вектора. Погружение в мир компьютерных игр лишь усиливает оторванность от реальности и подогревает человека ненавистнические идеи нездоровых звуковиков. Депрессия это ненормальное состояние для звуковика, но увы сегодня для большинства из них наиболее частое. Выход из депрессии оказывается сложной задачей для людей со звуковым вектором. Не справляясь со своей видовой ролью, терзаясь внутренними вопросами, тоскующие и метущиеся, они порой решаются на самоубийство, подсознательно надеясь попасть к Богу через черный ход. Они так и говорят, нет смысла в этой жизни, душе тесно и больно в телесной оболочке. Звуковики выпускают душу из тела, надеясь на вечную жизнь в другом измерении. Но это ошибка. Только здесь, в мире физическом, только в теле человек способен выполнить звуковую задачу постижения своего «я» и мироздания. Звуковик постоянно погружен в себя. Размышляя о чем-то, он отрешен от происходящего снаружи. Все звуковое «я» направлено на внутреннее самосозерцание. Колоссальное сосредоточение звуковика на самом себе — это попытка осознать то, что не осознается, отвоевать путем осознания клочок территории у бессознательного. Погружаясь в себя слишком глубоко, он настолько теряет связь с материальным миром, что буквально забывает есть и пить. Почувствовав сильную слабость в теле, он даже не может сразу понять, в чем дело. Его спрашивают их, ел? Когда ты ел? А он отвечает, не помню. Наверное, вчера. Звуковики — единственные, кто не ощущает тело. Они уверены, что тело само по себе, а они сами по себе. Иногда им кажется, что тело мешает, его тяжело таскать на себе, оно хочет кушать и тому подобное, в то время как он должен выполнять свою видовую роль. При этом надо понимать, что у звуковика самая тяжелая работа — работа ума. Не существует более тяжелой работы, чем работа ума в звуковом векторе. Звуковику сложно облечь в слова свои желания, он что-то ищет, но сам точно не знает что. И ни одна материальная сущность не способна наполнить его пустоту. Люди без звукового вектора не могут понять его, Вася, ну что ты маешься? У тебя же все есть? Что тебе еще надо? Заладил одно и то же, нет смысла, зачем все, живи как все. Для звуковика бессознательная нехватка ответов на все его внутренние вопросы, как зубная боль во время праздника, вокруг кипит жизнь, а ему не до нее. Он страдает в поиске смысла и не находя его, мучается бессмысленностью существования в этом мире, тяготится своим телом. Не в силах выдержать такое колоссальное внутреннее напряжение, звуковик уходит в депрессии, наркотики, мучается бессонницами, головными болями, в полном отчаянии может решиться на суицид. Нередко звуковик, в потенциале обладатель самого блестящего абстрактного интеллекта, способный к величественным постижениям духа в масштабе всего человечества, в неразвитом и нереализованном состоянии так и не находит собственного природного большого пути. Тогда он обречен на блуждание в закоулках мелких, устаревших, несостоятельных, а то и попросту сумасшедших мыслительных заблуждений. Системно-векторная психология впервые в мире дает ключ знания, который приоткрывает для остальных людей интровертированный, замкнутый внутренний психический объем этого, как его часто называют, не от мира сего звукового типажа, а самому звуковому человеку осознание своей природной заданности и получение наполнения своих природных желаний, реализации свойств. Все это способно вывести его на высоту ни с чем не сравнимой осознанности и осмысленности жизни. Субтитры создавал DimaTorzok